Если вдруг ты прямо сейчас не можешь найти себе путевку в Таиланд, очень дорогие билеты или вовсе нет горящих туров в Турцию и ты вдруг решаешь себе продлить немножко зиму, сейчас конец апреля, ты можешь спокойно прилететь на Камчатскую, взять с собой сноуборд, лыжи и прохватить все самые крутые зимние активности. Полетать на вертолете, прокатиться на стегоходе, на вулканах, сгонять на лыжах, скит-тур, сноубордник, что ты там еще любишь. Но я хочу сказать, что в такую погоду в городе делать просто нечего, в Тропавловске Камчатскую такую погоду ужасно. В этом выпуске я расскажу тебе о том, какая Камчатка бывает, если убрать все краски лета, оставить только белый цвет зимы и свет уходящего солнца. Покажу, чем заняться зимой и сколько она длится, куда и на чем слетать и на какой высоте лучше встречать восход, какой выбрать снегоход для двухдневного путешествия к горящим источникам. Расскажу, почему наша экспедиция для открытия нового альпинистского маршрута сорвалась, ведь в месте, куда мы собрались, стало слишком пыльно. И как вместо нее мы не стали пурговать на тысячи километров. Объясню, что значит слово Налычево и сколько там горячей воды, а также какой вулкан на Камчатке Батя. И да, если ты вдруг заинтересуешься, то все локации, которые сегодня увидишь, можно лично посмотреть с нашей командой Enjoy Камчатка. Мы создаем премиум туры на Камчатке и знаем толк в комфорте и безопасности. Собственно, все путешествия, в которых я был, стали возможны благодаря Enjoy Камчатка. Ссылка на все туры в описании. Итак, мой сезон в январе начался со звонка этого парня. Это Семен, он знает про Камчатку все. Я мгновенно собрался и вылетел из Питера. К слову, добраться с запада до Камчатки можно двумя способами. Через Москву тогда лететь придется около 9 часов. И через Сибирь, Новосибирск, Иркутск. Пожалуйста, в Новосибирск, международный аэропорт Толмачево. Так, добрался до Новосибирска. Тогда время в полете у тебя составит 2 по 5. Я выбрал второй вариант, иногда он проще. На подлете к полуострову обязательно сядь с левой стороны борта. Тогда удастся увидеть вулканы. Я на них насмотрелся, поэтому всегда сижу возле прохода. Но ты обязательно бери место у иллюминатора и с левого борта. Тогда тебе повезет, если будет ясная погода. И ты посмотришь на Абачинскую, Икорякскую, Зельскую сопку. И еще какую-нибудь бухту. И тебе будет вообще классно от этого. Поэтому не сомневайся, бери с левого борта. Путешествие по Камчатке зимой нужно начинать с размещения. И я призываю тебя делать это не в городе. Потому что, несмотря на погоду, снять теплый и уютный домик, разжечь печку. Смотреть в окно и пережидать непогоду там. Сейчас есть много прикольных вариантов сделать это за городом. На берегу Тихого океана в уютном глэмпинге. Или же в гостинице под вулканом с панорамными окнами и горячими источниками под крыльцом. Поверь, прыговать лучше там, чем где-то среди магазинов и автобусных остановок города. Я в этот раз ночевал и в разных местах. И в домиках с источниками тоже. Но об этом чуть позже. Зимой на Камчатке до самых отдаленных мест можно добраться несколькими способами. Не буду скрывать, что мой самый любимый это вертолет. Но ты можешь поехать и на подготовленной тачке, и на снегоходе. На снегоходе тоже прикольно, особенно если ты сам знаком с управлением и готов ехать за рулем. Если ты когда-нибудь летал на вертолете, то скорее всего ты делал это на здоровенной машине Ми-8. Один из самых популярных вертолетов. Это хороший надежный вертак, на нем можно быстро и далеко залететь. Особенно если ты путешествуешь с шумной компанией. Но учти, тебе вряд ли удастся поговорить внутри. Твои карыша тебя просто не услышат. Да и в иллюминатор особо ничего не посмотришь, только если осмелишься высунуться в открытую дверь. Ми-8 отлично подходит для перемещения и путешествия на дальние расстояния. Для облетов вулканов и обзорных экскурсий он вряд ли сгодится. Поэтому совсем недавно у нас появился новенький шестиместный еврокоптер. Легкий, маневренный с панорамными окнами. На таком можно посмотреть практически любой вулкан и собрать свой индивидуальный тур. Можно подсесть рядом или в кратер вулкана, облететь его со всех сторон. Если ты вдруг что-то не разглядел, сделать еще один круг. Я много снимал зимних полетов и скажу честно, что к такому невозможно привыкнуть. Каждый взлет у меня всегда как первый раз. Под отдаленными местами подразумевал не только вулканы с их кратерами, но и места, до которых реально долго добираться на машине, а тем более пешком. Это Хадуткинские горячие источники, самый большой горячий водоем на Камчатке и один из крупнейших в мире. Проще говоря, это целая река кипятка. И да, сюда можно приехать на машине с одним условием, если она у тебя подготовлена и на больших колесах. Но делать ты это будешь практически целый день. В этом тоже есть своя романтика и по пути есть что посмотреть. Но если в этот день у тебя на вечер заказан столик в ресторане, то рекомендую лететь на вертоке. Я вот не часто балую себя фуагрой в элитных заведениях, поэтому предпочитаю бедать прямо на маршруте с видом на природные сооружения. И хорошо, что давным-давно выдумали специальные кофры, которые сохраняют тепло. И да, не думаю, что мы там с собой в бутерах набрались черстым хлебом. Есть сухари на берегу кипяченой реки было бы просто кощунственно. Поэтому мы попросили нашего повара изготовить что-нибудь эдакое, одновременно согревающее и при этом легкое и сбалансированное из местных продуктов. Для него это совсем не сложная задача, он на этом уже собаку съел. Ну а мы в этот день съели оленину, лосось, икру, краб и что-то еще на Камчатском. В общем, пока мы летали на вертолетах, смотрели сопки и скалы Камчатских бухт, в голове Семена рождался план по открытию нового маршрута. Дима, привет! Появилась уникальная возможность принять участие в экспедиции на две недели, поехать в Ключевской парк. Ребята из Федерации альпинизма Камчатского края попросили нас оказать логистическое и информационное содействие экспедиции. Но технические места, куда они собрались отправиться, совсем непростое. Вулкан Горный Зуб расположен в Ключевской группе вулканов в центральной Камчатке. Единственное известное восхождение, которое было совершено около 50 лет назад в альпинистами мест Камчатки. О нем толком ничего не известно. Официальных подтвержденных данных о том, что кто-либо когда-либо восходил на эту вершину, указанием маршрута и присвоением ему категории, таких данных нет. Вообще, освоение новых маршрутов и их описание – это дело большой подготовки. Спросят, для чего это нужно? Для того, чтобы стать альпинистом, получить разряд и не выглядеть как любитель, тебе нужно отходить пешком некое количество вершин. Все они разной категории и на Камчатке довольно много сложных маршрутов. Например, чтобы получить третий спортивный альпинистский разряд, нужно иметь одну вершину 1Б, две вершины 2А и одну 2Б. Это сложная история, требующая темы отдельного видео. Просто здесь хочу в двух словах сказать, что цель нашей очередной экспедиции с альпинистами было описание и создание нового категорийного маршрута для сдачи спортсменами на разряд. Но у Камчатки на этот счет были совсем другие планы. Едем, короче, на снегу, я чувствую по башке, бац, что-то упало во второй, третий, елки-палки, просто дождь из камней. Кадры снятые на Камчатке, тот момент, как... Накрыло пеплом сегодня ночь. Пепловый выброс. Момент извержения вместе с вулканологами. Приняли решение закрыть дорогу. Поворота на С в сторону Ключей, в сторону Усть-Камчатская. За считанные часы в населенных пунктах выпало до 10 сантиметров пепла. Ты куда пошла? Мне надо документы человеку отдать. Он за пределы Камчатского края едет. Есть у меня один хороший приятель, человек, как и я, неравнодушный к горам и приключениям, Петр Киринкин. Быстрее! Быстрее, садись! И потом такая, типа, взрывной волны что-то пришло. Но, как выяснилось, это, скорее всего, была волна от надвигающегося пирокластического потока. Пирокластика рванула, колбанула. И перед собой ударил эту воздушную волну пустилом. Так вот, он оказался в этом месте, первее нас с группой вулканологов для исследования вулкана Безымянный. Вот он, этот красавчик. Выглядит вроде не страшно. Пока. Это событие, конечно же, заставило нас призадуматься, но спустя несколько дней, второй вулкан полностью рассеял наши сомнения. На карте он обособленно торчит севернее Безымянного и Ключевской, и это настоящий вулкан Бадя. Он сделал так, что его стало видно из космоса. Вот он. Летом мы летали и махали ему рукой, а сейчас он не пускает нас в гости. Выдержаться от посещения окрестностей вулкана в радиусе 15 километров. Вулкану Шевелыч присвоен красный код авиационной опасности. Как ты уже понял, два извержения за одну неделю это слишком, и наша экспедиция, во имя открытия новых маршрутах, слопнулась. Но так как все оборудование, топливо, провизия были закуплены, снегоходы подготовлены, мы не могли просто так это оставить. Да и себя нужно было куда-то деть. И хорошо, что на Камчатке в апреле довольно снежно, а в этом году так особенно. Мы решили, что в городе не можем больше оставаться, и в какой-то момент я начал думать, что продолжительные циклоны, сгущающиеся один за другим вокруг полуострова, образовались из-за выброшенного в атмосферу пепла. Честно, сам не припомню, чтобы в апреле так было. Дай знать в комментариях, что ты думаешь на этот счет. Ну а мы пока собрались в природный парк Налычева, а так как это часть камчатской системы особо охраняемых территорий, чтобы туда попасть, необходимо оформить разрешение. Делается вот в этом здании это, офис природного парка вулкана Камчатки, либо на госуслугах. Второй вариант работает не всегда корректно, но ты все равно начни с него. Итак, все-таки, почему Налычева и что это такое? Во-первых, это классная локация в живописном месте с видом на вулканы, заснеженный лес, комфортными домиками и самое главное, природной горячей водой. Сиди в ней сколько хочешь, балдей, набирайся сил. Во-вторых, это недалеко от города, весь снегоходный маршрут, да и пеший тоже, 40 километров, через лес, сопки и перевал. Это сильно ближе, чем наши мифические экспедиции. Вообще-то добраться можно двумя способами, но километраж от этого не сильно меняется. Первый сквозь домашние вулканы Авачинский и Корякский, а второй, что выбрали мы от поселка Пиночево. Грузим снегоходы в телегу и мчим по трассе. Дорога до начала маршрута, с учетом всех заездов на заправке, остановки поправить тент и просто потоптаться, занимает около часа. Доехав до места, сгружаем снегокаты и пакуем нафт. Важный момент, когда гоняешь на снегоходах, помни о безопасности. Я чувак слетел в кувет. Это он вот так вот прошел. Предметы типа деревьев и снежных лавин двигаются на тебя со страшной скоростью. Для того, чтобы в горах не попасть в неприятную ситуацию, вы все должны контролировать, во-первых, обстановку лавинную и снежную по погоде. Все это мы, конечно же, сделали. Также взяли с собой бипперы, рюкзаки, айрбэги с подушками, щупы, лопаты, все эти дела. Без них лучше никуда не выезжать. Шлем, чтобы не выбить зубы и смотреть по сторонам. Выбирай грамотных попутчиков для снегоходных прогулок. В общем, долина Налычева называется так по одноименной реке, что протекает сквозь весь парк. А она, в свою очередь, так названа казаком-атаманом, открывшим ее. Название он не придумывал, а просто взял имя и тельмена, что жил в долине, на лычат имбалов. Фотки его нет, потому что это был 17 век. Просто поверь на слово. Природный парк Налычева – чуть ли не самый молодой парк в стране. Его основали в 1995 году по инициативе местного населения. Есть такой старейший клуб туристов и путешественников имени Глеба Травина, который в то время возглавлял Виталий Иванович Менщиков. По его инициативе был создан Общественный фонд защиты Камчатки. Человек в течение 8 лет был организатором и идеологом создания природных парков и Налычевский парк не исключение. Если говорить простым языком, Виталий Иванович понимал и горел с сохранением природы и ее ресурсов. Собрав более 2000 подписей, он организовал охрану территорию, и так появился природный парк Налычева. Благодаря своей деятельности Менщиков добился, чтобы созданные им парки включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а это уже что-то-то значит. Вот как должна выглядеть инициатива по сохранению экологии. Это на случай, если ты думаешь, что достаточно написать пост в местном паблике, или что-то эмоционально прокричать в микрофон. Река Пиночева. Речка Пиночева. Ну а мы тем временем, переезжая реки и поля, добрались до Семеновского кордона. Очень удобно, что это ровно половина маршрута, и здесь есть инспекторский и гостевой домик на случай, если ты идешь пешком и тебе нужен приют. Здесь обычно останавливаются перед штурмом перевала, а вот, кстати, и он. Только этот кадр сделан в хорошую погоду, просто для того, чтобы показать тебе, как здесь красиво и одновременно страшно. Так, ну что ж, мы добрались до перевала. Я практически поднялся уже наверх. Становился оценить ситуацию, потому что еще нужно метров 300 подниматься. Тихо стремновато, потому что перевал очень крутой. Но отпускаться, к слову, еще страшнее. И если сейчас кто-то смотрит из опытных снегоходчиков, имей в виду, у меня не такой серьезный снегоходный опыт, как у тебя. Ну короче, просто поверь на слово, что это ужасный перевал с очень крупным уклоном. В общем, наш турм ушло немного времени. Здесь главное зажать газ и не отпускать, но если тащить в какую-то из сторон, успевать перепрыгивать с противоположного. Для пацанов на горниках такой подъем вообще расплюнуть. У них тачки в три раза легче, чем моя. На этом кадре не видно, но я ору как девчонка, потому что не представляю, что делать, если снегоход не вытянет. Из сложностей над перевалом начала сгущаться пелена. Это мелкий снежок, в котором практически ничего не видно. Но за перевалом снег кончился, как будто бы мы вышли из тучи. Так, мы добрались до Налчево. Время немного. Доехали быстро. Делали максимальное количество остановок, потому что хотели побалдеть, никуда не торопиться. Вот это наш домик. Сходили, отметились у инспектора. У нас все по закону, все официально. Сделали разрешение. Здесь по всей территории много разных таких домиков уютных, в которых есть печь, стол, кровать, все дела необходимые. Сейчас мы быстро распаковываемся, перекусываем чаем, там что еще, и идем в горячие источники. Как наши тощие тела погружались в воду и наслаждались природными минералами, я, конечно же, тебе не покажу. Но ты попробуй представить, как в морозный вечер сидишь в кипятке, а над головой у тебя развернулись миллиарды звезд. Снежинки срываются с деревьев и тают на волосах, а из звуков только и слышно, что журчание горячей воды. Это все Налычевская долина. И это все ближе, чем кажется. Температура воды в горячих источниках разная, от 14 до 75 градусов. И это я сейчас про всю долину в целом. А коренные жители и тельмены верили, что если на восходе солнца погрузиться в воду, можно обрести красоту, здоровье и вечную молодость. Мы, конечно же, делали это на закате, поэтому на обложку журнала Man's Health нам путь заказан. На восходе, перед тем, как покинуть долину, мы заехали на еще один кордон. Это таловские горячие источники. Оборудованные ванны, раздевалка, также дом, там беседки, все дела. Дорога занимает на снегоходе буквально полчаса, если знать, куда ехать. Они всего в 11 километрах от кордона Налычева. И здесь тоже есть где остановиться. Такие места, конечно, наводят только на одну мысль. Было бы, наверное, классно просто пожить. Это такая детокс-история. Приехать можно целенаправленно, чтобы пожить и поселиться, например, в этом домике на недельку, там, дней на 10. Чтобы просто собраться с мыслями, о чем-то подумать, может, покупаться в источниках, побыть без связи, без интернета, всех этих вещей, которые нас каждый день отвлекают. Обратно мы уезжали по пурге. Задерживаться было нельзя, потому что шел очередной циклон, который накрыл бы нас на несколько дней. И хорошо, что инспектор вызвался нас сопроводить до перевала, осознавая всю серьезность ситуации. Только благодаря ему мы успешно перевалили гору, на которой уже вовсю шла метель, и доехали до дома. Все осталось запарковаться, и поехать до города, выпить что там, смузи, раф, вот эти вот все вещи. Здесь может показаться, что я немного устал, у меня обветрилось лицо, добавилось пару морщин, да и притча слегка вышла из-под контроля. Но это все только из-за полученных впечатлений. И в Камчатке есть чем еще удивлять. Какой бы длинный ни был выпуск, передача или влог, мы никогда не сможем описать весь потенциал и сюрпризы полуострова. Этим выпуском я хотел сказать, что Камчатка это не только летний сезон, к которому все привыкли. Вулканы, восхождение, зеленые леса, реки, сплавы, и все это можно увидеть летом. Но Камчатка это также еще и зима. Понятие календарная зима на Камчатке давным-давно не существует. Зима застрадится столько, сколько это решит природа. И в этом году снег шел аж до конца апреля. Я отработал классный сезон и много чего увидел этой зимой. И поэтому путешествовать и смотреть этот край можно и нужно в разное время года. Поэтому приезжай зимой, будешь на Камчатке, звони. Я надеюсь, тебе было интересно, а самое главное полезно посмотреть этот выпуск. Перепостите его, подпишитесь на канал, расскажи об этом видео своему корешу, коллеге по работе, соседу в лифте и с кем ты там еще общаешься по утрам. На этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok